Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей, а довольно четкий техногенный вид. Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии. В этом никакого сомнения быть не может. И вдруг происходит нечто необъяснимое. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Реальные факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии в фильме «Третий рейх. Операция НЛО». Часть первая. База. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от первых трех, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция «Хайджамп»» – «Высокий прыжок». В подчинении адмирала Берда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года перед выходом эскадры в антарктический поход адмирал Берт на встрече с прессой заметил «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка антарктического континента в районе земли Королевы Мод. Все идет по плану. За первой неделе сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потеря на сменец, почти половина – палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной Комиссии Конгресса США адмирал Берт заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? За полтора года до экспедиции адмирала Берда летом 1945-го в аргентинский порт Мар-дель-Плата вошли и сдались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Килля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент по площади, превышающей Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные высотой в десятки метров ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы две научно-исследовательские экспедиции. И это перед войной готовые разродиться со дня на день. С января 1939 года два самолета, Пассат и Борей, которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли Королевы Мот. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название Новая Швабия. В апреле 1939 года командир экспедиции, и опытный полярный капитан Альфред Ритчер рапортует. Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные осы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца. За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Денец роняет странную фразу. Мои подводники обнаружили настоящий земной рай. В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать или секретные зоны, которые как бы имели статус экстратериальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База-211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю королевы МОД перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в новую «Швабию» началась переброска ее будущих жителей, не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезли и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения и внимания. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец, участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайрсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество Анненербе. Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как Анненербе. Инициаторами создания Анненербе были высшие чины Рейха. Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в Анненербе пошло еще и с благословения рейхсюра СС Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. Анненербе так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства, Анненербе и привлекло своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно к Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту Пирирейса, пришли к выводу. Она точнее карт, составленных в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта Пирирейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Ведь по одной из гипотез, Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? В секретной экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру – от Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского ордена тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манускриптами, подобными карте Пирирейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Анненербе конфисковывала библиотеки теологических факультетов, библиотеки различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указание, один из библиотекарей, бывший библиотекарь Познанской библиотеки, был свидетелем, что в марте 1945 года когда уже подходили советские войска, уже были на территории Германии, Анненербе проводила упаковку своей библиотеки, 140 тысяч томов. Каталог этой библиотеки, наверное, был бы очень интересен. Не исключено, что в Анненербе узнали об Антарктиде нечто такое, что сделало ее одной из главных целей нацистского руководства. По большому счету эсэсовцы искали особые знания. Ту самую чашу Грааля, которая вместе со священным копьем открывает путь к мировому господству. Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии. Для власти над миром ему не хватало чаши Грааля. Соединить легендарное копье, символ активного мужского начала, символ научного познания мира. И чашу, символ женского, сохраняющего начало, символ накопленного опыта. Вот сверхидея, которая занимает правящую верхушку Рейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества, даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты, безраздельно властвовать над миром, подчинить его избранной расе, в том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в ННР бы привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировым именем. Сотни сотрудников более чем из 50 институтов и отделов ННРБ занимаются математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лазоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают паранормальные способности людей. В ННРБ этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по указанию руководства ННРБ и по указанию Гиммлера перед войной, то есть еще в 1938-1939 годах, были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников ННРБ. И было, так сказать, в личных делах помечено, кто обладает какими-то теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов ННРБ. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел, и главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты ННРБ, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был.